Добрый вечер! В эфире проект «Один за всех». Меня зовут Дмитрий Карпачёв. У нас только правдивые истории, которые никого не оставят равнодушными. Это 15-летняя Илона из Черкасской области. Своим скандальным поведением она успела прославиться не только в родном посёлке, но и далеко за его пределами. Как тогда расшукували её скрозь фотографии, уже прямо в школе страшный был траур. Это же все шукали. Знайшли в семье цыганин в этом же селе. На подверге куча безладу, смятя. Родители Илоны сами не смогли найти управу на девочку. И поэтому месяц назад, не выдержав позора и опасаясь того, что социальные службы заберут у них двоих младших детей, решили отдать нерадивую дочь в интернат. Только сегодня и только в студии один за всех. Мы узнаем ужасающие подробности из жизни этой семьи. Почему на самом деле Илона бежит из дому? И кто скрывал шокирующую правду? Разобраться в этой истории нам помогут наши эксперты. Народная артистка Украины Ольга Сумская. Тележурналист Константин Грубич. Психолог-физиогномист Татьяна Ларина. Триминолог Юрий Ирхин. Психолог Наталья Холоденко. И начальник службы по делам детей города Киева Николай Кулеба. Мама Илоны считает себя отличной матерью. Как же тогда получилось так, что ее дочь вышла из-под контроля? Давайте выясним прямо сейчас. Здравствуйте, Светлана. Прошу, присаживайтесь. Ну, я пришла до вас, чтобы вы помогли моей дочке. Нашу дочку звать Илона. Ей 16 лет. Наша девочка еще, так можем сказать, не вовремя до дома поверталась. Вона начала у батьков деньги воровать. Где она сейчас? Она сейчас живет в Черкасском реабилитационном центре. Почему? Ну, потому что сдали туда мы ее. Почему вы решили отдать собственную дочь в реабилитационный центр? Ну, наверное, больше всего, чтобы посоветовали социальные службы, так захотели. Мы не рассчитывали на то, что она там будет в школу ходить. В школу она там не ходит. Ну, с понеделька мы ее забираем в другую школу. Она будет учиться в нашем городе. Угу. В интернате. Ну, вот мне кажется, что оказаться в интернате при живых родителях, это, ну, очень страшно для ребенка. Вы осознаете это? Конечно. Почему же вы все-таки решились на этот шаг? Вона, вот, восьмой класс, очень мало ходила в школу. За неделю могла пойти три дня в школе, два дня в школе. Ну, пошла гулять и не повертается додому. Как долго это может продолжаться? Ну, может прийти под утро, может вообще не прийти. А вы, когда вот вона не прийла, телефонуете ей? Ну, второй раз телефоную, вона старается телефон не поднимать, как я звоню. Что еще? У моей подружки, вона, так получилось, что вона была сама там у гостях вечером, взяла золотое колечко. У школьную столовую у нас залезла в красный. Что? Деньги? Да. Сколько вона в столове вкрала грошей? Да, десь гривенью двести. Двести гривень, да? Можливо, это какая-то психологическая проблема? Вы не думали про это? Есть такая хвороба, как клептомания, скажем. Иногда у очень порядных родителей появляется вот такая дитина, как говорят, не от мира сего, да? Ну, наверное, так и есть. У нее есть клептомания, потому что в ней второй раз очи расходятся. Она так дивится на вещи, на все. Обращались ли вы к специалистам? Раз обращались. Раз обращались. Ну, побалакали с ней. Женщина. Что я вам сказал? Ну, что, наверное, есть сильность до воробства. И вот вы после этого разговора с психологом успокоились? Да? Почему? Ну, думала, что не будет воровать. Ну, так не бывает. Стоп, 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 стоп. Подождите, ну это же странно. Она ворует. Психолог вам говорит, у нее есть склонность к воровству. И вы успокаиваетесь, думая, что воровать уже не будет, да? Что стало вот последней каплей? Что стало последней каплей? Не было ее дома. Найшли ее у циган. За год школы нашел у цигана. Знайшли в этом же селе, в одном доме, который был в таком состоянии, который не отвечает никаким материальным побудовым условиям, гигиеничным. И именно там в семье циганам было найдено нашу дитину. На подверье куча безладу, сміття. Был циган, я так зрозумів, это хозяин цієї будильи. Были другие жители, может, доньки, или сына этого хозяина. Она стояла в пижаме. Потом она вышла на порог. Спочатку дуже вона опиралася, была зляканою. Я підійшов до цієї дівчини, обняв її, пригорнул. И разом со мной вона заплакана и села в машину. Ну, на ваш взгляд, почему ребенок предпочитает общество, рому в неблагоустроенном доме своей семьи? Не знаю. В семье хорошо. Мы, во-первых, детей не учим ни воровать, ни гулять, ни ничего не учиму поганого детей. У нас сходи гулять с детьми, с поганых семей. А скажите, для вас плохая семья, это какая? Ну, как сказать. Там, где в доме непорядок, там, где батьки не зарабатывают деньги для детей. Наверное, батьки еще и алкаши. А скажите, вы на работу ходите? В данный момент я на работу не хожу. Кем работали? Я работала в ДПДГ Черкаське, в нашем селе. Я работала с винаркой. Сутки я работала, двое я была дома. Как случилось, что вы потеряли эту работу? Вечером, десь часа девять вечера, мы сидели за столом. Я и два моих охранника. И пришел директор, и побачив нас за столом. За столом-то вы кушали, выпивали? Как сказать, кушали. Ну, а кушали с... Да. Было, да? Да, было. Все как положено? Да. И он посчитал, что вы вместе с ним пьете на рабочем месте? Ну, и он посчитал, что я была пьяна. Ну, я пьяна не была. Но слегка выпившими были? Ну, если честно, то да. Ну, конечно, честно. То есть, получается, что у вас в семье вы тоже не работаете, и вас еще выгнали за то, что вы слегка были выпившими. А дома у вас хоть порядок? Конечно. То есть этого критерия не хватает? Нет, у нас все дома есть. Правда, что ваша дочь лето провела в шалаше на берегу реки в обществе взрослых мужчин? Ну, я это не видела, но люди говорят, что... Угу. Соседи говорили? Да. А вы проверяли то, о чем соседи говорят? Вот они приходят и говорят, Света, там твоя Илона... Все, все лето, Дима. Да. Все лето. А вы пошли, узнали так ли это? Где этот шалаш? Где эти мужчины? Ходила, дивилась. И что? Не нашла шалаша. Я не знаю, где там на берегу. Там карьер великий. Я не буду там... Хорошо. Скажите, вам стыдно, что у вас вот такая дочь? Да, стыдно. В селе стыдно. Угу. В селе обсуждаю, балакаю. Ну, я хочу подчеркнуть, что никогда просто так дети не начинают воровать и избегать из дома. То есть, как правило, ребенок начинает воровать. Это как способ обратить на себя внимание, либо от недостатка любви и попытка через деньги компенсировать эту любовь. То, что касается сбегания, то, как правило, дети сбегают в какие-то острые конфликтные фазы отношений с родителями, когда они чувствуют, что никто их не поддержит, никто не за них. Почему не боретесь за Илону? Почему не говорите, нет, Илона в интернате не будет? А вы говорите, ну, сейчас она в одном интернате, с понедельника в другой поедет. Ну, во-первых, не я ее туда сдала в интернат. Свята, смотрите, вы же погодились на это. Ну, вы же погодились на это. Вы же не позбавлены батьковских прав? Я вам больше скажу, вы даже заяву писали. Так? Да. А что вам, дуло пистолетов, то есть приставок в доскронии? Так а почему же вы написали заявление? Мне кажется, вы чего-то не договариваете. Наши журналисты встретились с Илоной в реабилитационном центре, где она сейчас находится. Ей там некомфортно. Это сразу стало понятно. То, что мы услышали, очень разнится с тем, что рассказываете вы, Светлана. Поэтому мы решили пригласить вашу дочь в студию. Привет, Илон. Присаживайся. Как дела у тебя? Хорошо. Хорошо? Да. Да ладно. Неужели тебе нравится в интернате? Нет. Что не нравится? Там нема родных. Нет родных? Да. По кому скучаешь больше всего? По маме, по братику и сестричке. По маме, братику и сестричке? Угу. По друзьям? Сцельно, с одноклассниками. А мама к тебе часто приезжает? Каждый день. А хотелось бы видеть ее чаще? Да. Несколько раз в неделю, да? Говорила об этом маме? Не раз. А что мама тебе отвечает? Ну, если получается, то она приезжает. Если нет, то можно и не приехать. Илон, ты знаешь, что с понедельника ты отправишься в интернат? Другой? Да, мне говорила. И как ты к этому относишься? Я не хотела. Она сказала, что ты там будешь учиться. А ты бы хотела вернуться домой? Да. В школу. В свою школу. Илон. Скажи, а как ты потрапила, Илоночка, до центра реабилітації? Что трапилось взагалі? Чому тебя привезли? Потому что я не хотела жить с папой. С кем? С папой. Это был какой-то конфликт? Розкажи нам про это. Ну, потому что он... Да, приставал так. Что? Приставал. Папа приставал к тебе? А, что ты имеешь в виду? Илона, родный тату? Можете, жах. Можете, жах.